Первым этапом мы должны постелить теплоотражающий материал. В данном случае ПВХ-подложка под ламинат. 100% комнаты будут застелены этой подложкой. В тех местах, где планируется плёночный инфракрасный тёплый пол, мы постелим теплоотражающую золотинку. Теперь приступаем. Работа усложняется тем, что помещение не квадратное, а имеет вот такие вот стойки. Повозится повозиться с вырезкой подложки. Так вот мы ищем начало скотча, когда зарываем пистолет. Ну посмотрим. Диспенсер. Все стыки желательно проклеить, чтобы при монтаже плёночного пола листы не ёрзали. Всегда отвлекается время работы телефон. С этим надо попасть. Очень много времени тратится на поиск скотча. Будьте внимательны, когда собираетесь на монтаж. Закончена укладка полипропиленовой подложки. Сейчас мы приступаем к укладке теплоотражающего покрытия. Желательно, чтобы перед укладкой тёплого пола у вас была уже схема. Например, вот такая. Здесь указаны полосы монтажа тёплого пола. Здесь диван. Принтер был чёрно-белый, так что не все элементы цветовые были отражены. Получается, в тех местах, где будет плёночный инфракрасный тёплый пол, мы стелим теплоотражающую подложку под диваном. Этого делать не обязательно. Теперь мы приступаем к укладке теплоотражающей подложки. Вставляем узор в районе 5 см. Дополнительное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Следующим этапом мы приступаем к монтажу инфракрасной греющей пленки. Производить отрез нужно строго на определенных линиях. Вот такой знак. Мы произвели предварительную укладку в пленочную инфракрасного теплого пола. Сейчас необходимо заранее установить датчик температуры пола. В этом вопросе будьте внимательны. У него ограниченная длина в зависимости от модели терморегулятора. У китайских моделей это примерно 3 метра, у корейских около 2. На этом объекте мы используем корейский терморегулятор UTH-200. С заказчиком мы определились, что терморегулятор будет стоять в середине помещения, так как в дальнейшем, возможно, мы положим сюда коврик. Снять, проезжаем. Под сам датчик температуры пола необходимо сделать потай, чтобы он не выпирал и не давил на греющую пленочку. В подложке необходимо вырезать полосу для того, чтобы уложить туда провод и чтобы он также не выпирал на поверхность. Следующим этапом производим монтаж контактных зажимов. Для монтажа одной полоски теплого пола потребуется один монтажный комплект. Сюда входят две контактные клипсы и шесть кусочков термоизоляции. Приступаем к монтажу контактных клипс. Они монтируются на медную шину. Очень часто совершают ошибку и монтируют клипсу снаружи. Клипса должна заходить внутрь греющей шины, тем самым она сразу соприкасается с медной шиной и поджиматься другим концом. Нужно качественно зажать ее пассатижами. В дальнейшем к ней будет присоединен провод и произведена изоляция. Сейчас мы начинаем собирать электрическую цепь. Берется одножильный медный провод ПВ-3 на полтора квадрата. Этого сечения достаточно. И присоединяется к соединительной клипсе. Желательно дополнительно зажать соединение ребром пассатиж в двух местах. Но не передавите. После монтажа контакта обязательно нужно подергать и проверить его на прочность. Теперь мы идем на присоединение к другому контакту. Произведено контактное соединение. Сейчас мы изолируем эти соединения. Берется битым каучуковая лента. Подкладывается под клипсу. Таким образом, чтобы вся клипса была изолирована по кругу. Тем самым наше соединение получается полностью герметичным. И даже при попадании влаги никого не ударит током. Дополнительно эти соединения будут притапливаться в тело пола. Для монтажа клипс желательно использовать рычажные пассатижи. Они дают дополнительное усилие при меньшем нажатии. Для снятия изоляции с проводом удобно использовать специальное устройство. Провод нужно скрутить. И нужно вставить его в контактное ушко клипса. Обратная сторона греющей пленки, где нет зажимов, изолируется лентой с подворотом. Заводим половинку под низ и наводим ее сверху. Тщательно проминаем пальцами. Чтобы все это дело у нас не выпирало на линолеуме, либо ламинате, оно притапливается. Вырезаем теплоизоляцией квадрат. Все, теперь она лежит в подтае. Также второй контакт. Лишнего прорезать не надо. Так что примеряем. Все приходится об этом. Все, второй контакт тоже в подтае. Дальше, чтобы ничего не сместилось, не перешло, подклеиваем канцелярским скотчем. В контактных зажимах, помимо того, что мы прорезаем под тай теплоотражающей подложки, под саму клипсу, которая у нас находится под изоляцией, нужно сделать дополнительное углубление либо фрезой, либо стамеской. Клипса у нас вот здесь находится. Прикидываем примерно. Ставим. Все, контактная клипса у нас находится в ямочке и не выпирает из плоскости. Под силовой провод также вырезается под тай в подложке, и все эти моменты приклеиваются скотчем, чтобы они впоследствии при монтаже напольного покрытия не вылезли из этой ямки. Под второй контактный зажим также производим углубление. Все. Монтаж инфракрасной греющей пленки закончен. Приступаем к монтажу терморегулятора. Здесь мы можем видеть весь пучок проводов. Это провода теплого пола, датчик температуры пола и питающий провод сети. Регулятор у нас будет корейский UTH 200. Монтируется на монтажную рамку. Прикручиваем ее заранее по высоте. Прикручиваем ее заранее по высоте. Сейчас будем производить тестовый запуск. Провода пока еще в кабель-канал не упаковываем. Сейчас включат автомат. Ну и все, вы увидите сами. Текущая температура 10 градусов, установленная 35. Давайте за 30 уберем ее. Ждем, пока нагреется толп. Ну, вроде бы мы закончили. Удачи, успехов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok